Всем привет, друзья! Меня зовут Олеся, и сегодня у нас будет видео про итальянский кофе. Поговорим про историю кофе в Италии, о том, какие здесь марки самые популярные, и я покажу, как нужно заварить в гейзерной кофеварке настоящий итальянский кофе. Итальянцы вообще большие любители кофе, в среднем каждый выпивает около трех чашек в день. Итальянский кофе лучший в мире. И итальянцы даже основали специальный институт, Института Эспрессо Итальяна, то есть Национальный институт Эспрессо, в котором студентов обучают, как же нужно правильно приготовить чашечку ароматного эспрессо. Италия не является родиной кофе. История этого напитка на Пенинском полуострове начинается только в 1570 году, когда сюда, в Венецию, завезли впервые кофейные зерна из Османской империи. И если изначально кофе был привилегией небольшой кучки богачей-аристократов, то с появлением плантаций в Америке в Италию хлынул поток недорогого кофе. Секрет приготовления кофе привез в Италию ботаник и врач из Падуи Проспера Альпини. В 1591 году Проспера Альпини находился в Египте. И он там сопровождал венецианское посольство и подмечал, как египтяне местные варят какой-то темный напиток из обжаренных молотых бобов. Этот напиток его так заинтересовал, что уже буквально через год Просперу написал книгу о кофе, в которой он рассказал о кофейных деревьях и о чудо-напитке, наделив его целебными свойствами. До этого вообще зерна кофе считались специи-приправой, но уже после выхода этой книги их впервые в Европе начали употреблять в качестве напитка. И этот напиток приобрел в Венеции неслыханную популярность, после чего он пошел уже на весь полуостров и вообще на всю Европу распространился. В 1863 году в Венеции на площади Сан-Марко в галерее прокурации открывается первая кофейня. Подобные заведения стали появляться на каждой площади, и в результате они стали приносить огромный доход своим владельцам. Площади процветали до такой степени, что власти Венеции пытались остановить новый феномен. Были и другие проблемы в истории кофе в Италии. Быстрый рост популярности этого напитка настроил против него священнослужителей. Из-за того, что кофе это был напиток мусульманский, священники объявили, что это порождение, создание дьявола. И они вообще обратились к папе римскому, Клименту VIII, чтобы он запретил кофе. Однако папа, попробовав напиток, он его не только не запретил, но наоборот кофе благословил. Климент VIII назвал его поистине христианским напитком и таким образом положил начало золотому веку кофе в Европе. Как приготовить настоящий итальянский кофе в гейзерной кофеварке? Сегодня почти в каждом доме есть отличная кофемашина, которая быстро и четко готовит вкусный ароматный напиток. Но многие итальянцы, в том числе я, все еще предпочитают готовить настоящий итальянский кофе в гейзерной кофеварке. Или, как говорят итальянцы, кафеттиера. Они ее также называют мока. Эта кофеварка была изобретена итальянцами. Самая известная марка Биолетти. Готовят его так. Кофеварку нужно открыть, в нижнюю часть налить воды до уровня винтика, закрыть эту часть воронкой с ситечком. Потом вот в эту воронку с ситечком мы до верха накладываем кофе. Нужно разровнять, без фанатизма. Утрамбовывать сильно не надо, иначе вода не будет проходить. После этого мы устанавливаем на место верхнюю часть кофеварки. Нужно обязательно хорошо ее прикрутить. И ставим вариться на маленький огонь. Когда кофе вылится в верхнюю часть с носиками, все, кофе готов. Можно разливать по чашкам и пить ароматный, вкуснейший, настоящий итальянский кофе. Надо сказать, что в Италии не очень популярно кофе на вынос. В картонных стаканчиках больших, как это делают в Москве, в других крупных городах, покупают кофе с собой в машину, или они его несут до офиса. В Италии больше принято зайти перед работой в бар или в кафе, посидеть за столиком, выпить чашечку кофе, или за барной стойкой стать, выпить кофе вместе со своим другом поболтать в это время, или с барменом поболтать. Да, вы можете увидеть на улице очень часто бумажные стаканчики, но, скорее всего, это будет официант, который несет заказ в соседний офис. Он будет идти с фартуком, в руках будет нести поднос накрытый, и на подносе будут стоять вот эти вот стаканчики и булочки. Кстати, когда вы садитесь выпить кофе за столиком в баре, то учтите, что это вам обойдется дороже, чем если вы возьмете чашечку за барной стойкой. Потому что, когда вы садитесь за столик, то автоматически в чек вам включают обслуживание, каперто, и таким образом на 1-2 евро стоимость заказа увеличивается. Итальянцы пьют кофе как утром, так и в течение дня. Если за завтраком они могут взять чашку капучино, то после обеда, ну, после 12 уже капучино не пьют, чаще берут эспрессо. К вечеру уже могут кофе разбавить не молоком, а чем-нибудь покрепче, например, бренди. Сегодня в каждом итальянском городе есть огромное количество красивых кофеин, которые порадуют вас безупречным сервисом и отменным кофе. Когда вы поедете отдыхать в Италию, то поищите в своем городе самые знаменитые и самые старые заведения. Например, в Венеции это кафе Флориан, которое находится на пьяце Сан-Марко, оно основано в 1720 году. В Неаполе это Гранд кафе Гамбринус, оно основано в 1860 году. Во Флоренции это кафе Джилли, основано в 1733 году. В Риме вы можете пойти в Антико кафе де Ла Пачи, основано в 1891 году, или в кафе Грека, 1760 год. В Турине загляните в кафе Фиорио, основано в 1780 году. В Милане кафе Дзука, оно находится в галерее Виторио Эммануэли, на углу с пьяца Дуома, основано в 1867 году. В Аоста можно пойти в кафе Национали, основано в 1886 году. В Бергамо в кафе Дель Тассо, очень старое кафе, оно основано в 1476 году. В Падуе в кафе Педроки, основано в 1842 году. В Пизе можно пойти в кафе де Люзеро, основано в 1775 году. Ну и в баре можно пойти, например, в кафе Моцарт. Внимание! В зависимости от близости или удаленности от каких-то важных туристических точек, стоимость чашки капучино в кафешке может существенно отличаться и даже расти до неприличных размеров, как, например, в кафе Флориан. Какое же кофе пьют итальянцы? Кафе Эспрессо или просто кафе – это самый крепкий кофе, которого наливают в мини-чашечку на дне на два глотка. И он такой крепкий, он сразу же зарядит вас кофеином, поднимет настроение и сердцебиение. Пьют это кофе чаще всего после обеда или после ужина в качестве дичестива. Итальянцы уверены, что этот напиток помогает пищеварению. Его еще могут называть кафе Нормали или кафе Лищо или кафе Корта. Очень крепкий, неразбавленный напиток, чистый кофе. Следующий напиток – это кафе Ристретто. Это еще более крепкий напиток. Для него берут столько же кофе, сколько и для Эспрессо, а воды в два раза меньше. Получается крепкий, горький и концентрированный напиток для истинных любителей кофе. Кафе Лунго. Этот напиток подается в чашке такого же объема, что Эспрессо, но туда доливают больше воды. Кафе Корретто. Это модифицированный кофе Эспрессо. Он модифицирован с помощью алкоголя. Туда добавляют немного алкоголя. Крепкого могут добавить грапу, самбуку. Могут добавить бренди, ром, виски или бейлис. Это северная традиция северных регионов Трентина, Фриули, Венеция, где рабочие добавляли алкоголь в кофе, чтобы согреться. Кафе Макьято. Макьято – это Эспрессо, который подается в горячей чашке и разбавляется капелькой молока. И вот эта вот капелька молока там вообще чуть-чуть-чуть добавляют. Она смягчает и уравновешивает крепость напитка. Этот кофе тоже отлично подходит после еды или сам по себе во время перерыва на кофе. Капучино. Ну, это все знают. Это мой любимый напиток для завтрака. Мой любимый напиток, когда я встречаюсь с подружками. И почему итальянцы пьют капучино только на завтрак или до 12 часов, я про это очень подробно рассказывала в другом видео. Видео называется «Странные итальянские запреты». Обязательно оставлю ссылку внизу и оставлю ссылку в конечных заставках. Кафе Американо или Лате Макьято. Эти напитки не считаются итальянскими. Это скорее варианты для туристов. Во время Второй войны американские солдаты, которые высадились здесь на континенте, они не могли пить настоящий итальянский кофе. Они просили барменов разбавить его водой, и добавить 300-400 мл воды, отчего, конечно, у барменов итальянских у них просто шок, потому что что же это такое? Это получается очень сильно разбавленный, неконцентрированный кофе. Таким образом, у напитка закрепилось название «Американо», и теперь его можно найти практически в любой кофейне в Италии. К добавкам в кофе в Италии относятся по-разному. Итальянцы ценят классический горько-кисло-сладкий, чистый вкус крепкого кофе. И при этом самые знаменитые итальянские кофейни гордятся своими оригинальными рецептами. Они добавляют напиток кардамон, корицу, другие специи. В каждом регионе есть свои какие-то секретики, свои особенности приготовления кофе. Например, в Милане можно попробовать вкусный марачино с шоколадом и вспененным молоком. В Неаполе есть своя гордость. Там можно попробовать кафе «Аланокеола». Это такой кофе с приятным ореховым привкусом. И там же можно попробовать кофе с подсластителем особенным, неаполитанским. Он называется «Кремина» и делается из нескольких порций кофе, сахара и льда. И это все взбивается, чтобы там была такая пенка. И вот такой жидкий подсластитель получается. В Турине можно попробовать сладкий кофейный десерт «Бичерин». Его делают из кофе, горячего шоколада и сливок. И выкладывают слоями, чтобы слои между собой не перемешивались. А в летний зной итальянцы, и я уже к этому пристрастилась, они обожают покупать «Эспрессино Фреддо». Это такое мягкое мороженое, которое изготавливается на основе кофе, сливок и льда. Вкуснятина вообще, я обожаю. Самые знаменитые и самые популярные марки кофе, которые можно найти практически в любой супермаркете. Это «Кафе Борбоне», «Кафе Лавацца», «Кафе Илли», «Кафе Мотта», «Кафе Торальдо», «Кафе Верняно», «Кафе Пеллини», «Кафе Агостани», «Кафе Сплэнди», «Кафе Пассо Лаква» Наполи и также «Сайкаф» и «Кимбо». Вот такое видео про итальянский кофе у меня получилось. Надеюсь, что вам было интересно. Если это так, то ставьте мне лайки, поддержите мой канал, потому что именно ваши лайки, ваши комментарии – это то, что очень-очень-очень помогает развиваться моему каналу. Я вас всех целую и обнимаю. Желаю всем чудесного, вкусного, ароматного дня, такого же ароматного, как чашечка кофе. И увидимся с вами в следующем видео. Чао-чао, Атути. Всем пока-пока.